Продолжение следует... В самом начале нашего чата вы видите две важные ссылки. Первая ссылка ведет на наше расписание. В этом расписании вы можете зарегистрироваться на все наши вебинары вплоть до июня 2018 года. Вторая ссылка – это ссылка, где хранятся записи всех наших вебинаров. В том числе и этот вебинар тоже будет записан и выложен на наш видеоканал в YouTube. Так что подписывайтесь на наш видеоканал и будете всегда в курсе всех вебинаров, которые у нас проходят. Я хотел бы... Да, сразу отвечаю на вопрос о непришедших сертификатах. Это, я так понимаю, один из самых животрепещущих вопросов у нас. Как всегда, как же у нас без сертификатов? Свой адрес посылаю. Все запросы по поводу непришедших сертификатов посылайте на мою личную почту. Я обещаю в течение выходных разгрести все эти вопросы и прислать вам в личном порядке тогда уже ваши сертификаты. Как всегда, перед тем, как дать слово спикеру, я хотел бы прорекламировать наши несколько следующих вебинаров. Вот два наших следующих вебинара. В понедельник мой вебинар, продолжающий серию по учебному видео. Этот вебинар посвящается подготовке к записи учебного видеоролика. Ну а если конкретнее, по поводу того, как подготовить предварительные материалы до записи, что надо сделать до записи видеоролика. Как подготовить материалы и программное обеспечение и аппаратное обеспечение. Ну и 19 декабря, во вторник, Алексей Корольков, генеральный директор компании Websoft, расскажет о решении своей компании для вузов. Ну а точнее, он сделает небольшой экскурс в электронное обучение, так как это видно ему со стороны тех продуктов, которые реализованы в его компании. Ну вообще, Алексей не частый гость в компании, в вузовской компании, тем интереснее будет услышать его мнение. Мнение человека во многом корпоративной культуры, не столько вузовской, сколько корпоративной культуры электронного обучения. Что он думает по поводу того, что можно в вузах делать с электронным обучением. Вот, может быть, его решения покажутся вам достаточно интересными. Вот, так что приходите. Ну и к тому же, этот вебинар, он логично продолжает серию наших вебинаров от вендоров электронного обучения, в котором уже несколько человек выступило и еще будут выступать в будущем году, в конце этого года и в будущем году будут выступать еще люди. Ну и последнее, самое последнее, что я хотел бы вам, куда я хотел бы вас позвать, это на свой вебинар 20-го числа. Этот вебинар состоится не в рамках Директ Академии, а в рамках моего сотрудничества с компанией Ракурс. Называется, это тоже бесплатный вебинар, но состоится он в среду 20-го числа в 15.00, не в 12, а в 15.00. И будет называться «Лучшие бесплатные инструменты для онлайн обучения». Ну вот, собственно, и все. Приходите, пожалуйста, все ко мне. Я надеюсь, что я сделаю интересный вебинар, где можно почитать про возможности проведения вебинара. Ну, наверное, пока нигде. Вы поставили меня в тупик. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы, вот мой адрес электронной почты или, может быть, предложение. Адрес электронной почты я выше привел. Вот он, ОМЦ Директ Медиа Ру. Пишите мне, я постараюсь сосредоточиться и ответить на ваш вопрос. Продолжение следует... Еще минут 15 буду в чате и после этого вас покину. Всего вам хорошего. Хороших вам выходных. Юрий Николаевич, хорош. Добрый день, коллеги. Спасибо, Павел, за отличную информацию. Хочу сказать, что Павел вообще всегда отличается. Уже знаю его много лет. Очень интересными новинками, находками. Как правило, это бесплатное решение. Мне очень нравится у Павла то, что он всегда вот такие изюминки находит и делится с ними. А Карыков, я тоже давно и знаю, он один из представителей нашей отечественной системы разработок онлайн обучения. Яркий представитель, интересный, оригинальный, очень хорошо и глубоко понимающий наши вопросы. Я также рекомендую его послушать. Вы не пожалеете, даже если вы не применяете веб-софт. Позиции и взгляды этого человека крайне интересны для нас, тех, кто занимается педагогикой, в том числе в онлайн. Сегодня мы поговорим о том, что вы видите на экране. Я рад, что вы нашли в себе силу и мужество прийти на эту сложную, тяжелую тему, может быть претенцизиозную, такую, слишком натянутую за 60 минут рассмотреть и методику, и практику, такого необычайного педагогического явления, как социальный конструкционизм. Меня Павел спросил недавно, о чем отличие социального конструкционизма от конструктивизма. Мы сегодня тоже рассмотрим, причем сразу в двух плоскостях, и в онлайн, и в бизнесе. Вы скажете, ну, наверное, это невозможно, и это не получится, но попробуем все-таки это сделать в формате ко-воркинга, совместной работы. Как раз и попробуем в ходе нашего вебинара и испытать эту практику, посмотреть на эту практику социального конструкционизма. Но вначале давайте посмотрим, что же это такое. Вот сейчас я вам показываю как раз эти различия конструктивизм и конструкционизм. Посмотрите, в чем тут разница. Хорошо, если вы раньше-то слышали, но ничего страшного, если вы слышите эти два термина впервые. Дело в том, что педагогика, в том числе и онлайн-педагогика, она включает в себя и психологию, и воспитание, а не просто чтение и взаимодействие с компьютером. И не просто с компьютером, но и с людьми. И вот этот момент в онлайн-обучении крайне интересен. И я хочу задать вам первый вопрос. Конструктивизм. Видите, первый вопрос. Человек, да, изучает личностные процессы, смыслополагания знания и опыта, но в социальном контексте. Да, он в социальном контексте, в учебной группе, со слушателями, с коллегами взаимодействует, но я бы назвал это направление, цель это получение своего личностного успеха, личного. Я получил пятерки, я получил свой сертификат, и мне этого достаточно. А конструкционизм, он чуть-чуть иначе рассматривает процесс обучения. Социальный конструкционизм. Динамику феномена, как явление, социального действия и социальную активность, то есть не одно действие, а целый ряд действий, как активность, относительно социального контекста. Немножко сложно звучит, я обычно новичкам и студентам говорю, что суть конструкционизма заключается в том, что помогая другим, тому же преподавателю, факультету, кафедре, студентам, группе, в решении каких-то сложных задач проблемных, ты усиливаешь свои возможности, ты расширяешь свой социальный потенциал. Ты не просто получаешь эту оценку, ты и так, может быть, ее получишь. Ты формируешь себе возможности конструктивного взаимодействия, как новую практику, новую компетенцию, а не просто получение пятерки. Вот такая разница. Вот такие вот две грани социального взаимодействия. Это внутреннее, личностное и социальное, внешнее взаимодействие. Я сейчас специально не вдаюсь в теорию, но хочу вас спросить, как вы считаете, дорогие коллеги, вот еще раз вопрос, важно ли для нас в учебе, в бизнесе знать вот эти две грани науки, вот эти два направления, социо-психологии, философии. Помогают ли они нам? Нужен ли нам работник, который только умеет просто выполнять свою функцию на себя? Или нам нужен работник, который еще умеет поддержать коллегу, оказать ему помощь, взаимодействие? Вот уже пошли первые реакции. Причем Иван Николаевич хорошо разделяет, что нужны эти две грани, два направления. Хорошо. Без этого вообще никак. То есть мы, даже не вникая в теорию, а чисто на бытовом уровне, на уровне обычной бытовой логики, понимаем, что это важно. И мы можем приводить примеры. Вот уже пошло у нас взаимодействие. Не один я что-то утверждаю, но и вы участвуете, формируете наше общее видение. Вот Павел Валерьевич подчеркивает, что это важно. То есть видите, друзья, здесь не один знаток истины, а мы все участвуем в построении некого конструкта, социального конструкта, который и называется конструкционизм. Но давайте пойдем вместе дальше. То есть первый шаг взаимодействия мы уже сейчас с вами получили. Но, да, так. Теперь давайте рассмотрим то, что и было обещано и заявлено в названии нашей с вами встречи. Методическая схема, методика, методические подходы. Друзья, я не говорю, что мы сейчас сформируем некую новую теорию, но мы сейчас действительно попробуем вместе построить некий методический, последовательный процесс того, как этот конструкционизм, который нам нравится, интуитивно и логично, и по факту, и по науке, и как социология, как философия, как мировоззрение, нам это нравится. Но как это реализовать? Какая методическая схема? Очень важно. Я часто, и некоторые коллеги меня поддерживают, критикую некоторые массовые открытые онлайн-курсы, некоторые, не все, где полностью отсутствует взаимодействие, особенно с преподавателем. Я считаю, что это хороший, может быть, вариант, гипотетически, для самообразования, но он не формирует воспитательную основу, мировоззренческую, социальную какую-то функцию, без которой невозможно вообще профессиональная деятельность. Я критикую. Но я критикую не в плане только пустой критики, а в плане развития. Я утверждаю, я в этом убежден, я это знаю, что можно и в онлайн осуществлять вот это социальное взаимодействие. Но как? Да, да, но как? Кстати, хоть мы и иногда критикуем капитализм, да, Юлия Борисовна, и говорим, что там власть капитала, власть денег, золото. Капиталисты, западные наши коллеги, ученые, они очень цепко ухватили вот эту идею конструкционизма. Они взяли идею выгодского конструктивизма очень хорошо, его философию, его социологию, его психологию, да, они развили, Пиаже и другие ученые, они пошли дальше на уровень конструкционизма. И не просто разработали теорию, они воплощают ее в практику, и мы сегодня попробуем это с вами посмотреть. Посмотрите на вот эти шесть этапов, дорогие коллеги, посмотрите и скажите на ваш взгляд, если мы хотим в онлайн или с применением онлайн технологии, может быть это смешанное обучение, мы хотим что-либо реализовать, осуществить и получить хороший для себя результат, согласны ли вы вот с этой методической схемой, вот эти шесть пунктов. И скажите, пожалуйста, если да, то какой пункт вам здесь не нравится, или что в этой схеме, на ваш взгляд, вообще отсутствует. Возможно, вы скажете, отсутствует теоретический анализ, опора на какие-то теории, я скажу, это не отсутствует, оно все здесь включено органически. Итак, те из вас, которые в принципе с такой методической схемой согласны вот с первого взгляда, напишите три плюсика. Это означает, что вот эта последовательность вам как бы понятна. Нужен седьмой этап, что дальше? Спасибо, Галина Владимировна, очень хорошо, как раз анализ достигнутых результатов, это и есть основа для дальнейшего действия. Догласность, хорошо, хорошо, прозрачность, хорошо, но в каком-то из этих пунктов это все есть, и в каком-то третьем и четвертом Юлия Борисовна. Хорошо, то есть вроде бы оно может быть смотрится ненаучно, а вот давайте сейчас я расскажу, как понимать, что, да, спасибо, Екатерина Андреевна, в двух словах по каждому пункту отлично, критерии, отлично, отлично, вот смотрите, цель и полагание, грубо говоря, это и есть тот результат, который мы хотим достичь. Спасибо, мы хотим достичь, в том числе и критерии, есть и критерии, оценки нет, ну, например, цель и полагание, при каких условиях, какому сроку, с какими оценками, или с каким приростом в оценках их улучшения, мы что-либо должны сделать при данных возможностях, это и есть наше цель и полагание, это как один вариант. Другой вариант, мне нужно пройти обучение, в котором за 72 часа я узнаю какие-то инновационные решения, не выходя из дома дистанционно, это другая цель, то есть цель и полагание может быть разным, а тут вот последний тоже, а вот я бы обратил внимание на проблемы, вот здесь есть проблемы, на пункт 2, педагогическая оценка ситуации, дорогие коллеги, мы часто делаем ошибку, подкидываясь на какие-то яркие предложения, вот давайте применим этот метод, эту технологию, в том числе и онлайн, потому что она красивая, ей довольны, вот она завоевала популярность во всем мире, всем нравится, давайте мы тоже попробуем это сделать, мы умные, мы умелые, у нас есть желание, и мы это сделаем, дорогие друзья, вот в этом первая опасность, непонимание важности оценки этой ситуации, почему, вот я сейчас вам задам вопрос, правильно ли, что, прежде чем что-либо делать, в том числе и не только в онлайн, и не только в образовании, мы должны оценить свои возможности, а не какие, временные, финансовые, технические, территориальные, может быть, еще какие-то, интеллектуальные, или профессиональные возможности, раз, то же самое мы иногда должны оценить с точки зрения конкурентов, если это бизнес, какие у них возможности, чем возможности хуже или лучше, чем у конкурентов, это еще не все, какова информированность, наличие информации, она бывает еще дороже, чем прочие все остальные ресурсы, что я знаю, какова моя осведомленность об этой проблеме, владелье компетенциями, владелье информации, вот этих оценок может быть очень много и бесконечно, вплоть до того, в какое время года я хочу реализовать задачу, то ли летом, то ли зимой, то ли люди будут подпускать, то ли они будут на работе, оценку социальной какой-то ситуации, оценку ситуации в государстве или в мире, например, в мире есть тренд массовизации обучения, крупными центрами, хорошо финансированные, которые привлекают самые лучшие кадры в науке, в образовании, строят с ними суперхорошие курсы, продуманные, с хорошим продюсированием, это тренд, как на фоне этого тренда мы будем выглядеть, что мы представляем из себя, вот эти оценки зачастую, я вижу, уже не один год занимаюсь, они осуществляются поверхностно, мы не осознаем того объема, вот мы говорили там, что баланс нужен, баланс наших возможностей не всегда соответствует тем вызовом, которые мы видим перед собой, и вот это колоссальная проблема, если вы согласны, что педагогическая оценка ситуации является самостоятельной научно-технической задачей, управленческой задачей, иногда и правовой задачей, прошу поставить два плюса, или два минуса, если вы считаете, что это не проблема, это не сложно, это надуманно, звук мигает, звук мигает, так, как меня слышно, извините, я хочу спросить, если хорошо слышно и видно, хорошо, хорошо, все нормально, итак, друзья, вот это проблема, почему проблема, потому что, потому что, не осознавая объема, не просто перечня, а объема своих возможностей, мы не можем сделать две важных задачи, две важнейших задачи, коллеги, вот следующий вопрос к вам, должны ли мы, ну это даже не вопрос, я скорее спрошу, кто против этого, должны ли мы всегда свой потенциал и возможности сопоставлять с теми хотелками, с теми потребностями, которые у нас есть, должны ли мы это делать, кто против, напишите нет, это неправда, добрый день, вот, мы всегда свои возможности должны сделать, но это еще не все, вот мы должны этот баланс какой-то найти, сопоставить то, что от нас требует, и то, что мы хотим, требует руководство, требует бизнес, рынок, требует заведующей кафедры, требует коллектив, еще что-то, и наши возможности, вот мы всегда должны это сопоставлять, и третий момент, третий момент, который предшествует третьему пункту принятия замысла, это оценка будущих результатов, так вот, друзья, если у нас потенциал низкий, мы должны ожидать и низкий результат, он не значит, что он будет плохой, он просто будет небольшой, незначительный, как я любит шутить, профессионал может и на рубль сделать работу, причем профессионально и качественно, но объем работы на выходе результат будет равен одному рублю, вместо рубля можно взять один час, вот за один час человек может сделать вот это, и сказалось бы, ну и что тут новенького, а я скажу, что, если мы видим, что человек за час, мы это понимаем, мог сделать работу равную одному часу, и он ее не сделал, это плохо, мы его оценили, это плохо, но если мы видим, что другой человек за один час сделал то, что другие делают десять, вот это интересно, почему, у него какой-то особый секрет, какой-то талант, какой-то потенциал, он выполняет в десять раз больше, ну правда иногда мы ему говорим не будь выскочкой, из-за тебя нам всем повысят норму, из-за твоей супер производительности, но это крайний случай, так вот, вот этот оценка ситуации, предшествует педагогическому замыслу именно с этих трех видов баланса, мы должны как-то измерить, все измеряемо, правильно сказать, измеряемо, задача, что нужно сделать, измеряемо возможности, измеряем результат, и вот качество работы, дорогие коллеги, и вот Наталья Анатольевна волнуется, будет тогда качественным, если результат соответствует возможностям, конечно, я сейчас говорю все это абстрактно, умозрительно, теоретически, и причем специально, специально, дальше мы посмотрим на расчеты, в том числе и финансовый, и прогноз, все вот это вот в оценку ситуации и вкладывается, дальше, уважаемые коллеги, мы говорим про замысел, это то, что предварительно мы посчитали, оценили, мы к такому-то сроку можем получить такой-то результат, для этого у нас есть вот такие-то возможности, это замысел, но это еще не решение, решение это уже когда мы просчитали, составили план, сколько, когда, что, кто, где должен сделать, и как, вот когда мы это все знаем, это есть решение, о замыселах, это только лишь общие цели, по сроку, по возможностям, а решение, это детализированное проектное управление, иногда я критически отношусь к таким товарищам, которые восхваляют педагогический дизайн, мне кажется, что это микс, это смесь всего, что может быть применено в онлайн обучении, все это назвали педдизайном, в принципе, это не страшно, но мне больше нравится понятие проектирования, проектирования процесса, неважно, педагогического, коммерческого, управления проектом, мне кажется, ближе, а еще, если говорить точнее, это все системный анализ, системный подход, который, вы знаете, является универсальным, последние два пункта, пятый и шестой, пока я пропускаю, но, в принципе, методическая схема вот такова, осталось понять, как же вот это все вроде бы нормально, логично работает на практике, и вот тут, вот тут самое интересное, самое интересное, что очень часто мы слышим теоретиков, людей, которые неплохо говорят о каких-то прогнозах, но показать нечего, не потому, что действительно показать нечего, потому, что сложно показать вот эти идеи, их реализацию, намерения, возможности и какие-то решения. Не хочу сказать, что мы сейчас увидим все, но мы с вами вместе в режиме ко-вертинга будем отвечать на вопросы о этой методической схеме, и ответы на них есть. Для этого, дорогие друзья, мы с вами посмотрим на вот эту презентацию, которая как раз и отражает тот взгляд трехуровневого баланса, обеспечения, не просто чтения и выполнения каких-то заданий, тестов, рефератов, контрольных, но и социальных взаимодействий. И я хочу задать вам первый вопрос. Вот есть, например, некий онлайн-курс. Как вы считаете, вот этот вот чат со смайликами, в котором можно передавать изображения, в котором есть простейшие простейшие средства автоматизации, например, он сам пишет на какой-то странице какой-то именно нужный текст, этот чат можно закрыть, здесь видны люди, с которыми можно пообщаться в чате, побеседовать, задать вопрос. Он относится к социальному конструкционизму или это просто конструктивизм для себя. Вот студент получил, ответ на свой вопрос. Он решил для себя и все. Это конструктивизм или конструкционизм? Если конструктивизм, напишите один, если конструкционизм, напишите два относятся. Два, два, но коллеги, дорогие мои, здесь-то общаются двое. правда иногда студент может обращаться то с одним, то с другим, вот тут три, тут трое сейчас консультантов не могут разговаривать, но это диалог, они обращаются втайне, втайне, какая тут социализация. Это просто обратная связь с преподавателями и с консультантом, поэтому это скорее всего первая стадия социального взаимодействия конструктивизма он для себя что-то решает, но он еще совместно с группой или с кем-то еще пока не взаимодействует, поэтому это важный элемент и второе вопрос. Хорошо, пусть будет это конструктивизм, он для себя добивается своей пятерочки. Насколько это трудоемко технически тут тоже есть момент, вот я скажу, выбрать правильный чат, которым можно даже эмоции выражать, это тоже работа преподавателю найти правильный чат, вот это правильный чат, в котором все есть. Тут можно и файлик послать, и этот файлик превратиться в картиночку, и эмоции выразить, вот выбор вот такого правильного чата, это тоже проблема, но она тут же сдувается, если преподаватели говорят, не трать время, вот есть сервис для чатов, чапорт заботан в Йошкар-Але, там даже бесплатная версия есть, надо на свой блог, на свою страничку, пожалуйста, оставить, не трать время, вот этого, друзья, я вижу прирост его потенциала, потому что сегодня мы видим проблему, преподаватель, а чем только не увлекает, и это хорошо, и это хорошо, и то хорошо, и все хорошо, и он бедный, по этим семинарам ходит, смотрит, а результаты, то нет, нет того источника, который скажет, что тебе надо, надо это, пожалуйста, не трать время, переработай, тебе некогда, надо учить, тебе надо вот это, пожалуйста, хочешь вебинары, пожалуйста, но сначала скажи, а ты как вообще, сколько у тебя человек, какой у тебя бюджет, потому что есть платные, есть бесплатные, и вот этот баланс, очень сложно найти, понимаете, а вторая проблема, Евгения Юрьевна, а кто будет там сидеть, хорошо, если у тебя есть время, и ты никуда не ходишь, и ты можешь ответить, а если нет, то есть, вот правильно ставится вопрос, чат это хорошо, если, да, если преподавателя нет на месте, письмо придет на почту, да, робот, автомат, здесь что-то может автоматизировать, но беседовать там особо и некогда будет, так, идем дальше, и так, это не конструкционизм, это элемент, который можно обсчитывать, и принимать в расчеты, идем дальше, ну, наверное, давайте я сейчас включу показ экрана, и вот я его включил, если вы видите, напишите в буковку R, что означает, экран мой виден, вместе с мышкой, отлично, спасибо, и так, вот мы уже продолжаем в реальном времени, вот этот чат, какой-то студент может спросить, вот автомат может ему сказать, от автомата, здравствуйте, чем помочь, тут есть история, тут видны другие магистры консультирования, то есть студент какую-то психологическую поддержку уже здесь чувствует даже в этом чате. Дальше пошли. Сам курс, вот его шапка, вот его название, кстати, курс оригинальный, и связан с глобальной проблемой организации самостоятельной работы, не буду сейчас забегать далеко вперед, но здесь участвуют реальные студенты, правда я не имею права их фамилии раскрывать, персональные данные, буду это делать в общем показе. Сейчас поанализируем, с точки зрения анализа, что здесь есть для себя что-то полезное, или вредное. Вот сейчас, коллеги, смотрите, курс не вижу. Так, коллеги, спасибо, дорогая Татьяна, я сейчас транслирую свой рабочий стол, еще раз я его остановлю, я хочу показать его, и включаю его снова. и хочу спросить, видите ли вы его. Вот мой рабочий стол, добро пожаловать. А, стоп, еще раз, еще раз, я очень хочу это сделать, немножко волнуюсь, и прошу меня извинить, но я уверен, что у нас все получится. Итак, нет, не тот, ничего, 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 не переживайте. Вот, сейчас, по идее, вы должны видеть мой рабочий стол, и я выделяю, дорогие друзья, видно это? Если да, напишите D, есть, спасибо, дорогая Татьяна Витальевна. Итак, следующий вопрос, приступаем практически к олворкингу, для анализа, этого ресурса, для себя, не для меня, не для вуза, для себя, с точки зрения оценки, полезности, методической, технологической, экономической, финансовой, психологической, какой хотите, и начнем смотреть. Итак, это основная часть, основная часть онлайн-курса, а это информационные какие-то блоки, это дополнительные функции, можно связаться по скальпу с администратором, или написать ему письмо, а это функция социализации, можно публиковать, что угодно, в любой социальной сети, вверху находится меню, в котором, например, указаны у студента, или у преподавателя, те курсы, в которые он записан, как участник. Ну, и дорогая информация, которая вроде бы не мешает, обратим внимание, что вот эта вот шапка большая, когда опускаешь вниз, она опускается, это элемент дизайна. Ну, а теперь переходим дальше, надеюсь, вы фиксируете, помечайте себе, если можно, можете сразу, можете потом, плюсы и минусы, для себя, которые вам интересны. Если это просто хорошо, и знакомо, можете ничего не писать. А вот именно то, что вас зацепило, или с плюсом, или с минусом, для вашей оценки, то вот это вот будет интересно. Итак, этот курс не структурирован заранее, я знаю, что это плюс, когда студентам что-то постоянно добавляется. Это так называемый коннективистский курс, который строится совместно по ходу. Есть разница, есть классическая система, заранее все продумали, структура есть, пошел, посмотрел, увидел, что тебя ждет, и все понятно, бери и учись. А есть неизвестность, когда обучаемые тоже могут что-то предлагать, и им, преподаватель, или преподаватели, это могут что-то добавлять. Или в зависимости от их действий, добавляют сами, предлагают. Поэтому вот такая вот особенность этого курса. Новостной форум понятно, разделы пошли. Вот я сейчас их скрыл, показываю, какие разделы ждут. Ну вот такие вот темы, заявленные разработчиком. Все касается СРС. То есть не физика, не история, но представьте себе, если это ваш предмет, то же самое, темы вашего онлайн курса, которые могут здесь быть также подготовлены. Все вот эти темы могут раскрываться вот так в этой системе, и пошли какие-то ссылочки, сокращения, вот такие вот цифровые посиделки. Но здесь вопросов как бы быть не должно, на наш взгляд, на мой взгляд, потому что везде есть пояснение, ссылочка, пояснение. То есть можно не открывая, посмотреть себе. Причем за это еще оценка не ставится. Причем вот здесь есть такие квадратики. Выполнено, не выполнено. То есть студент, не с первого раза, правда, но быстро потом он понимает, что все квадратики должны быть заполненными. И тогда чек-лист вот этот вот, чем больше выполненных этих квадратиков, чек-лист у него формируется. Понимаете, да? Такая уже сразу пошла идея закрутки вот этих мыслей у студента, да и, возможно, и у вас. Может быть, вам это не актуально, но хочу отметить, что вот этот элемент цифровые посиделки появился в ходе, он не был запланирован, и появился по просьбе одного из студентов. И мы пошли навстречу. Ну, давайте поиграем. Давайте я покажу аккуратненько, чтобы не показывать персональные данные. Вот такая вот тут картиночка, посиделки в деревне, такое настроение создает, обращение, пошли тут какие-то звездочки, оценки, и мы видим аналитику. Самые ранние записи студентов, самые лучшие, то есть, чаще всего, за которых ставлю лайки, вот это вот, я сейчас покажу, лайк, ну, я уже поставил. Здесь есть возможность подписки по электронной почте получать, ну, и другие. Здесь можно авторизоваться, написать свои комментарии, разместить, разместить видео, что угодно, оно будет играться. И вот такое решение. педагогический смысл в этом очень простой. Студенты любят социальные сети, мы знаем это, и мы хотим посмотреть, вот есть форумы, есть средства взаимодействия, открытые, Facebook, ВКонтакте, в Однокласснике, есть вот это закрытое, там никого нет, тут нет никакой рекламы, посмотреть, чтобы они посмотрели, что им лучше для взаимодействия. А есть внутренние, внутренние решения, которые чисто внутри здесь зашиты, и мы хотели им сказать, ну, что вам лучше нравится. Ну, и самим тоже посмотреть, поэтому давайте пойдем дальше. Медиагалерея славы, друзья, это тоже новинка, которая не планировалась, появилась, вы скажите, что в ней плохого. Когда некие студенты, некие студенты настолько ярко себя проявили с первых минут, что организаторы взяли и сделали такие шуточные именные клипы с их разрешения. Вот студенты говорят, я разрешаю публиковать вот такой клип, это мотивация, вот поддержка. Вот, вот, редкий захочет пахать. Дорогая Юлия Борисовна, вот эта студентка, а вторая еще одна есть, вы не представляете, как у них пошла энергетика от такого вот взаимодействия. Я отвечаю на вопрос, вот эта студентка разрешила мне, я об этом информировал, упоминать ее ее фамилию. Она сказала, я разрешаю, где хотите публиковать мою фамилию открыто в социальных сетях. Я ответил на вопрос. Дальше, идем дальше, чек-лист, который показывает, не буду сейчас открывать, он показывает процентовку, там персональные данные по выполнению вот этих пунктов. Блок, вот я сейчас подвожу, показывает синим то, что не сделал, но я здесь не студент, а зеленым то, что сделал, это для контроля. Идем дальше, можно посмотреть статистику всех студентов, но не будут там персональные данные. Список компетенций, бот, диагноз, скрыт. вот это вот новиночка, когда они могут писать вопросы друг другу, в том числе преподавателю тет-а-тет. Новиночка, идем дальше, забронировать консультацию с преподавателем, за это получает оценку, это новиночка, не раскрывая пока пункты, иду дальше. Второй вариант такого же бронирования консультации, причем там отчетность, когда была консультация, за консультацией ставят оценку. Он выбирает окошко, как в поликлинике к врачу выбирает свободное время, если преподаватель вдруг не смог в это время прийти, он его помещает, все в этом блоке. Студент точно работящий, всегда. Вот мы, коллеги, Павел Валерьевич правильно подсказывает, если он чувствует свою радость, эмоцию, поддержку, он будет пахать. Если у него тоже есть баланс, вот коллеги, мы говорим это слово баланс, между своими психоэмоциональными, временными возможностями, и то, что предлагается ему там, вот если этот баланс найден, это самое о том, то он будет пахать. Ему интересно, у него есть время, может быть, даже он будет там больше, чем надо сидеть. Так, идем дальше. Показываю уже бегло состав этого курса. Состав курса. Так, это я вскрою. Вовведение, вовведение, краткое описание, для чего это введение, какие компетенции осваиваются, лекции, по этой лекции они сами составляют себе тест, назвали автотест, даже педагогическое. Ну, конечно, Павел Валерьевич, но мы говорим, мы говорим о том, что теоретически-то все вроде известно, а как работает практически, мы исследуем. Вот здесь, дорогие коллеги, они сами создают тесты, точнее, прошу прощения, пишут свои впечатления, давайте покажу сейчас на слайдах, вот я показываю слайды, их можно скачать, то персональных данных нет, вот это то, что у нас есть, для них наработано, я это пропускаю, и вот показываю аналитику по этому тесту, фамилии здесь скрыты, да, Павел Валерьевич, да, 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 это все известно, вопрос, как это работает в онлайн, здесь мы видим оценки, рейтинг оценок за участие вот в этом форуме, то, что они прочитали, сколько открыли дискуссий, это топиков еще называется, сколько у них было ответов дискуссий, такая аналитика, график, обратите внимание, что сначала был всплеск, потом задание было выполнено, и все, то есть, оно выполнено, больше там они не участвуют, динамика тоже видна, для анализа полезно, вот, вот, что интересно, вот эти фамилии я не скрываю, а вот студентов я так замазал, посмотрите, статистика участия, здесь, как бы, понятно, кто чаще размещает публикации, то другое понятно, кто чаще в них принимает участие, это разные вещи, идем дальше, уже пошла аналитика психологии социального взаимодействия, посмотрите, этого нет в соцсетях, этого нет в контакте или других системах, самые читаемые дискуссии, 37 раз почитали студента, вот фамилия замазана, который писал впечатления, остальных читают меньше, почему-то, почему-то, то ли раньше публиковали, 11 числа, позже, он опубликовался позже, чем вот этот автор, 6 декабря, но его почему-то читали чаще, возможно, возможно, там были более интересные мысли, более плотная дискуссия, поэтому чаще открывали и читали вот этого, это важно, уже пошла психометрика, кроме того, есть самые отмеченные посты, например, вот этот автор, вот этот автор, его два раза галочку студенты, там еще можно галочку, флажок ставить, для себя какую-то заметочку, вот это вот можно делать, идем дальше, это еще не все, самые отмеченные дискуссии, можно отмечать, самая аналитика показывает, что чаще всего читают, что чаще всего отмечают, дискуссии, студенты, для себя заметочку, и чаще всего обсуждают в самих дискуссиях, постах, это все новинки, этого все нигде нет, это все работает, друзья, вопрос с какой трудоемкостью, вот это вы должны заметить, сколько труда, трудозатрат было положено не студентами, с ними тоже надо это знать, а разработчиками, это неизвестно, но кто как смотрится понятно на выходе, вот они самые отмеченные, самые рейтинговые, тут еще оценки ставят, вот видно по какому студенту он замазан, какие оценки самые высокие, далее, умные студенты тянут не очень подготовки, да, совершенно верно, не то, что умные, разные бывают обстоятельства, кто-то учился в спецшколе, у кого-то в деревне даже не было интернета, это может быть, всякое бывает, они для нас все одинаковые, но есть действительно более талантливые в чем-то, более активные, более мотивированные, и мы используем их потенциал, чтобы подтянуть остальных, вы правы, вы правы, вот еще дальше показывают элементы, вот такой вот, другой критерий оценки студента, где учитывается не только его оценки, но и его старательность, его время, его частота чтения чего-то, может он перечитывает, да, ему тяжело, и вот то, что он проявляет старания в виде времени своего, перелистывание вот этих вот лекций, которые он плохо, видимо, понимает, хочет вдуматься в них, оно тоже здесь учитывается под таким критерием опыт, и мы взяли вот эти готовые, как бы, значки, бэджики, да, которые робот назначает, просто изменили название, описание, вот, самый лучший, магистр, потом мастер, потом начинающий, который ничего не делает, идущий в тумане, с стучами прохожий, такая вот, ирония, не будь прохожим, идем дальше, вот студент может посмотреть таблицу результатов, я скрыл эти фамилии, но они реальны, и вот, кто, ну, здесь вот это преподаватель тоже участвует для себя, как студент, не так активно и не все выполняет, но участвует, ему машина, это уже робот, присваивает в это участие его такое значок уровня, а следующий элемент, кто же на уровне робота, но я не скажу, что это все дается само собой, дорогие друзья, вот, например, эти бейджики, отличник форумчанин, мастер онлайн взаимодействия, по каким-то критериям, за определенное количество публикаций, за активность в форумах, он получает признак признания, вручает ему систему, но настраивает ее преподаватель, и мы не знаем, сколько преподаватель потратил время, чтобы найти вот эту картинку, чтобы сформулировал задание, правила выдачи, или вот за первый созданный тест мастер-тестолог вручает, это все как бы понятно, бейджики, хорошо, классно, но никто не знает, какова трудоемка, трудоемкость того, что мы видим, трудоемкость преподавателя, вот это колоссальная интрига, вот я сейчас показываю фрагмент работы в чате, когда некий студент переписывается, вот был вопрос, разрешается ли использовать персональные данные, вот этот студент, вот этот студент, эта студентка, точнее, разрешает открыто опубликовать ее, упоминать ее в социальной сети, это элемент, и все это было сделано в чате, вот это протокол, это не просто какие-то там слова мои, это действительно работа, вот я хочу показать, вам не знаю, видите вы или нет, пример диалога, друзья, ко мне уже преподаватель, вот ко мне, преподаватель, да, студент анонимно обращается с тем, что хочет спросить, и что же он спрашивает, студенты хотят, хотят дальше, дальше, хотят нового, какие-то эксперименты, хотят студенческие, творческие проекты, не за оценку за счет, а потому что им нравится это, дорогие друзья, им это важно, находясь, вот вы видели там, где-то далеко в Сибири, в небольшом городке, иметь такую возможность, быть в центре событий, быть в центре инновации, овладевать этим мастерством, это заочники, понимаете, это хороший результат, мне кажется, я по имени тут уже замазан, это реальные люди, таких немало, и я хочу сказать, что вот это все, один человек, оценка трудоемкости, оценка ситуации, почему анонимно, ну, студент не хочет выделяться, он меня спрашивает, ну, представляете, студент открыто пишет, а дайте нам еще работу, дайте нам проекты, что могут сказать другие на него студенты, ты, что там, нам сессию сдавай, там, 8 предметов, а ты тут нас хочешь подставить, чтобы нам дополнительные задания дали, студент не уверен, обращается анонимно, это важно, он боится, что его могут не понять, но я тоже могу не понять, поэтому, что я хочу сказать, друзья, я показываю сейчас вам фрагмент, когда я не один, работаю с этим всем хозяйством, мы работаем совместно с коллегами, вот я пишу в закрытой нашей группе, о которой можно очень много рассказать интересного, в том числе и драматичного, вы не представляете, какие ситуации могут возникать, даже между образованными, мотивированными сотрудниками, при возникновении каких-то особых психоэмоциональных ситуаций, это очень важно, уметь находить общий язык, и это непросто, поэтому я вам показываю пример, я сказал коллегам, мы работаем вместе, вот у меня есть такая версия, такой игры, я не знаю, видите вы или нет, на экране, конечно, он и должен быть умнее преподавателя, хороший преподаватель, тренер, всегда счастлив, футборд, если ученик предошел учителя, пусть, пусть наоборот, для хорошего педагогика, это нормальный принцип, пусть превосходит, я хочу сказать, студентам обратился, с вопросом, а решения, может быть, и нет, а что делать, вот это специализированное объединение, профильное объединение, закрытое, решает, находит какие-то решения, и возникает вопрос, а может ли преподаватель, один, или учитель в школе, один, всю вот эту вот машину, которую только частично показал, один сам реализовать, в одиночку, я вам скажу, я много лет работаю с онлайн технологиями, если он варится один в собственном соку, и таких энтузиастов, таких профессионалов рядом нет, скорее всего, он бросит постепенно, он будет перегружен, он должен уйти с семьи, семья-то точнее есть, но он в этом компьютере будет сидеть сутками, единомышленники, совершенно верно, вот это редкость, найти таких людей, которые объединяют свои ресурсы для того, чтобы свой потенциал сделать выше, вы думаете, что я самый умный, и я наслаждаюсь, упиваюсь своими, вот этими находками, нет, я наращиваю, я питаюсь от совета, и выражаю сомнения, я получаю помощь, я получаю поддержку от них, и становлюсь сильнее с ними, вот о чем речь, вот социальный конструкционизм, вот здесь, еще один пример, когда мы, единомышленники, работаем и находим решение, это великий дар, я показываю, как это решение, вот уже воплощается, уже говорю коротко, здесь, смотрите, студенты попросили, не только она одна, преподаватели предложили, давайте сделаем командные работы, пожалуйста, вот здесь, название игры, они выбирают себе команды, сами, и в этих командах, внутри делают проекты, я сейчас не буду раскрывать, они должны сначала провести, каждая группа, свой мини опрос, вот трудоемкость, вот этого задания, невысокая, она составляет, по моим расчетам, вот выбор группы, коллеги, выбор группы, 1-2 минуты, для студента, заполнение вот этого опроса, 5 минут, он отвечает, тут же видит аналитику, на основе этой аналитики, он идет в проект, и разрабатывает проект, который по трудоемкости, 10 минут, понимаете, мы считаем, ожидаемые трудозатраты студента, учебные затраты, мы все, мы его хотим, обеспечить так, чтобы он не сошел с ума, и не бездельничал, вот воплощение того, что хотели, и то, что мы проектируем, в заключении, я показываю ту аналитику, которая встроена в эту систему, в этот курс, и хочу предупредить сразу, что подобной аналитики, или примеров ее применения, в России я не видел, это редкий элемент, признаков применения нет, о чем это говорит, что мы, вот наш этот колхоз, Рособорклохоз, вот это сетевое сообщество, профессионалов, которые что-то создают, мы наращиваем свой потенциал, мы находим то, чего найти другим способом, очень сложно, или невозможно, но в этой аналитике, видна и дисперсия, и разброс оценок, и средняя, и скачки вниз, и вверх, вот эти японские свечи, так называемые, вот эти галочки, выбираешь для аналитики, она показывается, это не волшебная аналитика, и она показывает социальное взаимодействие, или аналитика, как чаще студенты выполняют количество активных студентов в течение суток, в то время московское, количество заданий, активностей, в течение суток, когда они чаще всего выполняют задания, тоже аналитика, другая аналитика, вот тут я фамилии замазал, показывает, что вот этот студент вообще не выполняет план по оценкам, этот вообще даже не входил, но он и не должен был входить, потому что это технический, а вот другие вот эти графики показывают самую разнообразную аналитику, они работают там всего где-то дней 7, вот за эти 7 дней показывается различная аналитика, которая говорит очень о многом, например, вот здесь график показывает, что общий график общего просмотра ресурсов сначала резко пошел вверх, потом чуть-чуть замедлился, но все равно идет вверх, а интенсивность выполнения заданий, за что ставится оценка за неделю, стала немножко падать, то есть, видимо, там пошли моменты, которые нужно проанализировать, это не значит, что это плохо, это просто нужно учесть, так, дорогие друзья, я смотрю, вопрос поступил, вот, вопрос, я не знаю, можно ли его озвучивать, источник, я сначала задам вопрос, как нормируется ваше время на разработку одного курса, замечательно, вот я же за этот вопрос и стоило собираться в принципе, как нормируется время на разработку, затраты студента считать умеем, ну, согласен, а время преподавателя, я сама делаю курсы и знаю, что это очень сложно, спасибо, дорогая Татьяна Романовна, вот сейчас я, пожалуй, и на этом вопросе, так, что тут еще были вопросы, больше вопросов не вижу, зайду в общий, мы сейчас вот на этом и сделаем вывод, замечательный вывод, смотрите, о чем речь, поскольку мы с вами договорились о том, что нам нужно иметь такой тройной баланс, вот так вот я сделаю, тройной баланс, то, что нам надо, постараться привести к тому, что мы можем, а уже потом то, что мы можем, наш потенциал, он должен на выходе дать именно такой же результат по объему, или не хуже, не меньше, если мы плохо работаем, потенциал не используем, то результат всегда будет ниже, как посчитать время преподавателя, мы на эту тему долго спорили, была ожесточенная у нас такая дискуссия, не в плане перехода на личности, а понять истину, мы поняли, что нельзя перегружать студента, это первое, надо начинать с того, что студент вообще может себе позволить, и что мы можем себе позволить, предлагаем наш курс, сколько, вот это, под это сколько часов, может быть, мы говорим, вот 10 часов, если он там будет заниматься, все хорошо, или 70 часов, вот эту цифру мы должны взять за главный ориентир, второй шаг, вторая итерация, мы говорим, под эти 10 часов, что он там будет заниматься, учебных часов, мы выкладываем ему различные виды учебной активности, форумы, лекции, ролики, ссылочки, еще что-то, много чего у нас есть, диалоги, консультации, и, кстати, скажу, что чтение, это тоже его время, вот мы даем ему какое-то издание почитать, мы к себе говорим, ну, сколько там часов, вот углову читать, или этот учебник читать, мы должны это все рассчитывать, мы это знаем, потому что мы не один год преподаем, если мы не знаем, мы можем узнать у других, которые нам подскажут, хотя я примерно, и вот время, которое мы вкладываем на выполнение каждого этого элемента, на создание форума, на лекцию, на ролик, на слайды, на все, на тесты, на ответы форума, мы их должны на второй итерации оценить в своих трудозатратах, понимаете, на третьей итерации мы должны себе сказать, ну, вот сумму этих трудозатрат мы можем себе вытянуть, мы когда вообще это можем потянуть, если мы этот расчет, этот баланс не проведем, то скорее всего мы что-то начнем делать, потом рутина нас затянет и мы не сумеем ничего сделать до конца, поэтому нужно сделать обратный перерасчет, сказать, вот у меня есть два часа в неделю заниматься, да, я хочу в среднем это сделать к первому сентября следующего года, вот это мой баланс времени, вот этот баланс, в него и нужно писать мои трудозатраты, следующий момент, который нужно в расчетах учитывать, я могу сказать, я тесты делаю долго, а нет ли способа, чтобы тесты делать быстрее, есть, вот я вам сейчас скажу, можно тесты сделать в десятки раз быстрее, чем обычно в ручной ввод, и они будут хорошие, я надеюсь ответил вопрос, на вопрос, чтобы оценить, точнее, чтобы правильно подходить к созданию онлайн-курсов, нужно оценить баланс учебного времени студента, объем, и нужно оценить свое время, время моих коллег, которые может быть учитывают, которые могу позволить себе и не сойти с ума, и мне это будет приносить радость, и вот исходя из этого времени составить те пункты, которые я реально могу, вот тогда и студент получит свое, свой прирост, и я буду здоров и счастлив, напишу статью, и знаю, что студентам понравится, и будут выполнены требования моего руководства, дорогие друзья, пожалуй, я еще посмотрю мотивы, что касается мотивов, дорогие студенты, мы мотивами, Юлия Борисовна, коллегами, можем управлять, вы не представляете, как это действительно можно, я сейчас не буду рассказывать все секреты, но даже излагая текст лекции, создавая определенный сценарий, тут уже искусство, наверное, на продюсирование, мы можем получать разную мотивацию, применяя различные еще и визуальные элементы, сейчас не буду о них говорить, я не показывал вам аватары, не показывал вам много чего, сегодня это уже не входит в план, об этом в другой раз, но мотивацией можно управлять. да, на этот да, спасибо, дорогая Татьяна Витлевна, это можно, так, какие еще вопросы, мы с вами еще не совсем прощаемся в этом году, мы планируем провести некое супер мероприятие в онлайн, ну вот я хочу очень большое сказать спасибо Татьяне Романовне, Полищук, молодожене, интересно я увижу, увижу я информацию участники, доцент кафедры экономики, управления и социологии, классно, в городе Апатиты, дорогая Татьяна Романовна, вы очень справедливо и очень четко ставите вопрос, это все считается, более того, у нас уже есть инструментальные средства для поиска этого баланса, методическая схема вам была вначале представлена и инструментальные средства тоже есть, мы вообще готовим такое созвездие мастер рок-звезд Росубракохоза сотрудников, которые нашли массу решений, в том числе и по приписку этого баланса, когда всем хорошо, когда возможностями можно управлять, мотивацией можно управлять. Дорогие коллеги, если есть еще вопросы, прошу задавать, если нет, то наше время заканчивается, я вас всех благодарю за то, что вы меня вытерпели, надеюсь, вам было интересно, я может быть не поразил вас какими-то фундаментальными теоретическими выкладками, мне хотелось изложить так, чтобы было понятно даже не специалисту, даже ребенку, даже тому, кто вообще не занимается ни психологией, ни философией, ни социологией, а вот так вот понятно изложить. Спасибо, Павел Валерьевич, мне очень нравится то, что вы уловили идею. Спасибо, Юлия Борисовна, вы поражаете меня своей эмоциональностью, я этим очень тронул. Павел Юрьевич нас уже остал и ехал на встречу с другим коллегой. Так, спасибо, дорогая Тетяна Виттоновна. Да, я всегда, у меня есть такая может быть такая особенность, я никогда не говорю о теории, о каких-то мнениях, каких-то точках зрения без практики. Есть идея, есть метод, есть ее воплощение. Если чего-то не хватает, значит, этого вообще просто нет и это нам думано. Если вот эта целостность, идея, метод и технология присутствуют, для меня это самое высшее наслаждение, но и самый тяжелый путь. Я знаю, что это самый тяжелый путь, но это моя жизнь, я живу, я с вами делюсь, как я это вижу, и самое главное, я это делаю не один, с вами и с коллегами. Спасибо. 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 На этом я заканчиваю и прощаюсь с вами. До следующей встречи. хотим подготовить вам удивительное шоу, удивительное предновогоднее мероприятие в онлайн, мы еще сами до конца не знаем, но это будет здорово. До свидания. .